Приветствую всех любителей, фанатов и просто извечных искателей новых парфюмерных красот. Я вам сегодня хочу рассказать о моей коллекции ароматов из линейки Ив Дуэт. У меня три полноценных флакона из четырёх и один пробник. На мой вкус, взгляд и нюх на моей коже мною достойны ношения только три аромата. Ну, опять же, на вкус и цвет, как говорится. И сегодня я вам расскажу о моих любимцах. Начну я с аромата Sensual. Это прекрасный аромат. Он фруктовый, почулиевый, сладкий, древесный, чуть белоцветочный, тёплопряный, землистый, мягкий, пряный, бальзамический. Когда я его вдыхаю, я просто вижу и ощущаю практически каждой клеткой своей кожи, будто я вступаю по вечерней остывающей пустыне, будто рядом где-то раскинут оазис с палаткой, в которой стоят фрукты, огромные чаши металлические с фруктами, с очень сочными. И рядом какой-то просто огромный и щедрый фонтан, так сказать, щедрый на эти освежающие струи. Для меня этот аромат песчаный. Он землистый, вот за счёт почули. Я просто ощущаю вот эти потрескавшиеся песчаные глыбы, но припорошены они будто не песком, а специями. При этом не сказать бы, что этот аромат какой-то люто-специевый, что вас будет от него щекотать в носу. Нет, скорее специи тут создают вот этот образ чего-то сухого, пыльного, но природно пыльного, то есть нет в нём какой-то пудрости или старости, так сказать. А это какая-то специя его пудровость, но она не колкая. Он жасминовый, но от жасмина тут, опять же, его насыщенность. Это ночной жасмин, и он как раз-таки создаёт впечатление уже каких-то сумерек, остывающей пустыни. И вот эта сухость специй и какой-то древесности тут сплетены с сочностью фруктов. Это очень красиво звучит на горячей коже. Я не знаю, как он звучит на холодной. Если у вас холодное, и вы носите его, напишите мне. Мне будет интересно почитать, как же он раскрывается на другом типе кожи. Аромат очень интересный. Он обволакивающий, он окутывающий, он немного одурманивает и околдовывает. И он создаёт впечатление, ощущение, какое-то чувство предвкушения того, что сейчас из вот этой колкой неприветливой сухости и жажды вы наконец-то вкусите сочной еды и напитков, которые полностью насытят каждую клетку вашего тела. Это очень интересный аромат без каких бы то ни было сомнительных баз. Ну, по крайней мере, на горячей коже. Я его советую всем любителям, также неких интимных ароматов, у которых тесная связь с носителем. Потому что это тот аромат, как какая-то книга, перелистывая каждую страницу, вы начинаете читать новую сагу, возможно, в мини-пересказе. Либо, знаете, есть такие разукрашки антистресса, будто вы сами вырисовываете те оттенки, прокрашиваете каждую фигуру и создаёте какой-то свой новый мир. Этот аромат, это аромат скафандр. Это аромат вашей книги. Вот нечто подобное создаёт впечатление этот сэншуал. И я считаю то, что его название, сэншуал, чувственный, это просто идеальное название для данной композиции. Он красивый. В нём есть все те ноты, которые нужны для того, чтобы пощекотать ваши ноздри и ваши альфакторные интересы, так сказать. В нём есть слива, розовый перец, ночной жасмин, водяная лилия и почули. Как раз-таки слива тут будто, знаете, иссушенная уже жарой. И будто на неё начинают проливаться и оседать вот эти струи фонтана и брызги. И вот вы чувствуете, как фрукты начинают напитываться и, так сказать, увлажняться, размягчаться, наливаться неким соком. Аромат интересный и его очень приятно на себе разнашивать. Он вполне себе согревающий, но также этот розовый перец дарует некую прохладу. Он очень двойственный. И от этого его ещё более интересно познавать и разнашивать. Из этой двойки есть ещё второй аромат. Это Radiant. Вот он. У меня его нет и не будет, потому что, к сожалению, он выдаёт очень неприятную дешёвую ноту. Я не знаю, опять же, как он раскрывается на холодной коже. Тем более, напишите мне, если вы его носили. Но моя горячая просто выжигает его. И вот эти какие-то ядовитые испарения просто начинают въедаться мне в носоглотку. Будто я в какой-то лаборатории разбила колбу, где, знаете, вываривали, выпаривали, там, намешивали отдушку для какого-то либо дешёвого шампуня. Либо для какого-то, знаете, геля или мыла или чего-то такого пенищегося для автомойки. Вот примерно так. Я понимаю, в принципе, за что его могут любить, вероятно, обладательницы холодной кожи. Он цветочный, цитрусовый, белоцветочный, свежий, акватический, фруктовый и сладковатый. Но в нём есть вот этот клементин, который на самом деле малому количеству марок удаётся воспроизвести красиво, тонко, природно. Так, чтобы он выигрышно звучал в композиции и не тянул её на дно. Также здесь есть яблоневый цвет, водяная лилия, которая тут индольно-химическая, жасмин. Жасмин здесь тоже вот индольный, такой мускусноватый, так сказать, амбры и древесные ноты. Амбры здесь и в помине нет, и древесные ноты здесь тоже такие химические, неестественные. Может быть, я ещё раз повторюсь, так звучит на моей коже, но вот мне от него становится плохо. Я ощущаю, будто осадок порошковый на всех слизистых, знаете, на глазах, в носу, во рту. В общем, я бы не хотела носить это на себе продолжительное время, да и даже короткое, потому что это просто какое-то оружие массового поражения. Поэтому Radiant у нас отправляется в Гиену Огненную, видимо. Далее идёт вторая двойка, которая вышла, кажется, в 2019 году. Вот она просто без каких-либо нареканий и сомнений поселилась в моём парфюмерном гардеробе и будет там до победного конца. Этот чудесный товарищ очаровал меня буквально с первого взгляда, с первого вдоха. И начать я хочу с аромата Деринг. Вот этот вот синенький. Точнее, он даже какой-то лазурный, безумно красивого оттенка жидкость. Он почулиевый, фруктовый, сладкий, древесный, белоцветочный, тёплый, пряный, землистый, бальзамический. В верхних нотах у него почули, что, кстати, большая редкость. В основном почули засовывают, так сказать, вероломно в базу. Далее у него жасмин-самбак идёт в средних нотах, а в базе малина и сорбет. Что ж, если вот этот аромат какой-то дикой пустыни, чего-то такого, знаете, чужеземного, то лично для меня вот этот вот Деринг – это запах взрыхлённого чернозёма в саду. Будто бы вы провели все свои чудесные огородные дела. Всё там вспололи, взрыхлили. Земля влажная, напитанная. Такие большие мягкие комья, тёплые ещё после летнего, ну, не зноя, но такого, знаете, июньского жара, назовём это так. Ладно. Это остывающая земля. И вы хотите отдохнуть. Рядом у вас стоит большой деревянный стол, на котором накрыты, точнее, которые накрыты на нём большое количество металлических чаш, наполненных фруктами и ягодами. Спелыми, большими, сочными, с отсутствием всяких ГМО и прочего. И вы просто при этом берёте огромный такой кубок, возможно, инкрустированный какими-то камнями. Потому что, знаете, если вы очень долгое время держали в руках большие, гладкие, огранённые, полудрагоценные камни, вы, возможно, поймёте это ощущение. Вот именно такое ощущение чего-то подобного создаёт использование вот этого аромата. Вот, знаете, как визуальное, чувственное, так и чисто альфакторное. Так вот, из этого кубка будто вы пьёте сладкий сок, мультифруктовый. Скорее, из таких более ярких и тёмных фруктов. То есть, там минимум цитрусов и больше, возможно, маракуйи. При этом там плавает, возможно, огромная такая мягкая бархатная малина. И, возможно, сорбет даёт подобное ощущение. И вот примерно эти чувства вы испытываете, когда вы насыщаетесь этим ароматом. Будто вы выпиваете что-то подобное, что разливается по вашему телу после, возможно, такой жажды во время каких-то вот этих самых садовых работ. Он удовлетворяющий. В нём есть при этом вот эта почульность, которая не даёт аромату скатываться в какую-то такую непринуждённую лёгкость, какую-то садовую огородность, так сказать. То есть, в нём есть при этом что-то манящее и такое серьёзное достаточно. Тут всё-таки жасмин не чебушник, а самбах. В общем, этот аромат очень интересен. И он, опять же, создаёт какое-то интимное настроение. Немного, возможно, даже философское, но приятное и расслабленное. Это аромат, я бы сказала, уже таких густых тёмных сумерек. Он безумно красив. А второй его собрат – это вот этот прекрасный Ив Калм. Сейчас я нанесу его. У меня все ароматы нанесены, куда нужно. Поэтому всё из первых уст. О, боже, как он хорош. Это тоже аромат, если честно, для меня вечера. Но, знаете, закатный вечер, когда солнце уже практически село. Вы его не видите, но оно не село совсем за горизонт, а скорее оно, допустим, где-то за горами или за лесом. И вы ещё видите золотистый свет. Вот примерно это время суток вырисовывается так же. Он пахнет вот точь-в-точь старым парком в июне. Будто вы идёте после дождя вечером. И как раз-таки золотистые лучи ещё освещают верхушки деревьев. Но вы уже в тени. И вы идёте, рассекая пар, который поднимается от нагретого асфальта, который был облит вот этим свежим ливнем летним. Это безумно красивый аромат. И вы просто насыщаетесь вот этой свежестью. У него в аккордах белые цветы, почули, мягкая пряность и древесность. В верхних нотах розовый перец, который здесь ощутим и придаёт такую остринку и свежесть этому аромату. В средних гордыни. От гордыни тут кремовость. Красивая белоцветочная кремовость, но не душащая. Она не слишком насыщенная. Она очень хорошо освежается этим самым розовым перцем. И в базе у этого аромата почули, который придаёт вот эту вот, знаете, тёплую асфальтовость, вот эту вот парковость. То есть, знаете, вот эта вот насыщенность и специфический припах асфальта. При этом земля, из которой произрастает огромное количество разных деревьев, трав, цветов. Эти ароматы, они повседневные и вечерние и праздничные. При этом цветочные, какие-то интимные. В них есть романтичность и задумчивость. И это очень красиво и околдовывающе окутывает вас. Будто лёгкий, тонкий кашемировый свитер или какая-то накидка летом в июне, когда ещё прохладно. Но, разумеется, в холодную погоду они тоже звучат своим каким-то новым гранью характера своего. Они очень красивы и они очень, так сказать, персонализированы. Они реально взаимодействуют с вашей кожей и раскрываются по-своему. Это очень приятно и очень ценно в современной парфюмерии. Неважно, в какой люкс это, сетевая, мидл-маркет, масс-маркет, ладно, не будем брать, потому что там всё попроще. Без снобизма, ну давайте согласимся, там как бы никто не будет прям сильно с бубном плясать вокруг вас до второго пришествия за 150 рублей. Но, тем не менее, что я хочу сказать об этой двойке. Вот этот аромат, это скорее ночь звёздная. Вы лежите в своём саду под яблоней и просто через вот эти нависшие ветви деревьев вы наблюдаете за мерцанием звёзд. А это закатный, более лёгкий. Возможно, вы возвращаетесь откуда-то из... вы собирали ягоды в лесу или что-то в этом духе. И вот вы возвращаетесь на территорию своего сада, и вот отсюда вы плавно переходите сюда под ветви. И вы просто успокаиваетесь, умиротворяетесь и наблюдаете за сменой вот этого времени суток, возможно, до самого утра. Вы наслаждаетесь вот этими одуваемыми ветрами. И вот в этом аромате более тягучая прохлада, вот именно этого самого чернозёма, о котором я вам говорила, и фруктов. А вот тут более свежий. Тут вы просто ощущаете, будто вы вправду спокойно возлежите где-то, как Фродо, возможно, в Властелине колец, где-то в корнях деревьев. А тут вы ещё с поднятой головой наблюдаете за происходящим через тернии и кусты цветов, ягодных вот этих всех зарослей и так далее. Ароматы очень приятные. Для меня они достаточно природные, и при этом в городе они тоже будут уместно звучать. Если вы их, вот эту двойку, соедините между собой, как, в принципе, это и задумывается парфюмерами, что вы можете и по одному их носить, и вместе, они будут звучать более насыщенно, богато. Богато, богато, вот именно, знаете, как какая-то женщина в дорогом наряде с избытком золота на себе, вот как-то так, это такой будет более вечерний аромат. В общем, как-то так они будут звучать, и это, на самом деле, очень интересная задумка. Я вам открою секрет, многие ароматы можно между собой смешивать, даже есть такая, знаете, определение этому явлению, но об этом позже. В общем, что я хочу сказать, для меня потрясающее такое сочетание работает вот этих двух ароматов. Они у меня в основном и хранятся вот в такой двойке. То есть, это первый Sensual, а это из второй двойки Derring. Этот аромат, он больше откуда-то из плеяды свежих ароматов, немножко перечных, но мягких, пудровая такая пыльца перечная, пудрово-древесная. А это что-то тягучее, сладкое, насыщенное, при этом природное, манящее, не душащее, а колдовывающее. Он будто накладывает чары, знаете, на ваши рецепторы. Они очень медитативные и при этом, я понимаю, что для окружающих достаточно парадные, возможно. На вечер они будут, безусловно, хороши. Это более дневной всё-таки аромат, несмотря на то, что в моём сознании он генерирует виды каких-то золотых закатных лучей. Но, тем не менее, я могу смотреть на ароматы со стороны и представлять, и понимать, как они примерно звучат в носах других людей. Вот, ароматы заслуживают своего внимания, точнее, внимания к ним. Они очень интересны, они не безидейные, они не блеклые, они подойдут людям с горячей кожей 100%, с холодной, я думаю, тоже. Радиент, конечно, всё ещё спорный для меня, а все остальные всё-таки, 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 всё-таки после затеста, серьёзно. Потому что, тем не менее, понимаю, что из-за обилия перца и почули, они всё-таки на любителя. Так что, сами знаете, что делать, сами знаете, где искать пробники, а потом уже дерзайте. Ароматы эти можно купить, вот такую двойку, в принципе, даже рублей за 500, как сделала это я, с рук или по акциям. Если честно, это самая идеальная для них цена. Вот, так что, всё в ваших руках. Не забываем, у всех вкусы разные, поэтому пробуем. Пишем свои отзывы и своё восприятие этих ароматов, будет интересно почитать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И встретимся с вами в следующем видео. Пишите лайки, пишите комментарии.